Сегодня ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в Ленинском районе стабильна. Но тем не менее, в конце прошлого года был отмечен рост ДТП с участием детей и подростков. В основном детки пострадали в качестве пассажиров и пешеходов. На территории Ленинского района зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Прямыми и косвенными виновниками аварийных ситуаций, как правило, бывают взрослые, подающие отрицательный пример своим детям. Тетя не дождалась светофора, и мы пошли на красный свет. Мы тоже один раз нарушали, только мы перешли через красный свет. Там машин не было, мама сказала, пойдем. Юные участники дорожного движения могут вовремя изменить ситуацию. Нужно только знать элементарные правила, а запомнить их проще в стихотворной форме, через игру. Для того, чтобы школьники на себе ощутили, каково это попасть в ДТП, видное приехал необычный автобус. Он единственный по всей России, осуществляет поездки по микрорайонам, по районам, для того, чтобы показать, как нужно себя вести пассажирам, для того, чтобы показать вот эти вот ситуации дорожные, при которых страдают наши, к сожалению, пассажиры, когда не пристегивают. Сегодня пострадал только манекен Гоши. Ребята были пристегнуты ремнями безопасности. Зачастую на дороге бывает по-другому. Было страшно, конечно же, но Гоша, он не пристегнулся. А это самое главное, что надо сделать в машине. Надо обязательно пристегнуться, а то упадем и будет больно. Лучше пусть в игровой форме дети получат эту стрессовую ситуацию, чем они попадут в нее в реальной жизни. Поэтому лучше через игру привлекать их, опять-таки, к сохранению собственной жизни. Теперь, испытав на себе неприятные ситуации, мальчишки и девчонки будут более требовательно относиться к выполнению взрослыми правил поведения на дороге.